У строителей мероприятия свою программу начали с простого вопроса. Почему люди, встречаясь, говорят друг другу «Здравствуйте?» Ребята дружно ответили. Это приветствие означает пожелание здоровья. Что такое здоровье? Я думаю, что здоровье – это уже жизнь. Мы пригласили школы. Это целевое мероприятие, потому что мы от всей души хотим, чтобы наши детки росли здоровыми, уверенными в себе людьми и не поддающимися на соблазны нашего века, которые разрушают здоровье и жизнь. Игровая программа для детей была приурочена к Международному дню борьбы с наркотиками. В доступной форме для понимания этих, в общем-то, еще маленьких ребятишек организаторы рассказали о последствиях пагубной привычки. Здоровый образ жизни. Умничка. Ребятам была предоставлена возможность и самим посмотреть на муляже, из каких внутренних органов состоит организм человека. Вся игровая программа этого мероприятия была направлена на то, чтобы дети поняли наглядно, что такое здоровый образ жизни, какие продукты полезны для здоровья. Проходившие мимо мамы с детьми и бабушки, невольно становились участниками. Понимая с высоты своих прожитых лет, важность воспитания в детях, противостояние наркотикам. Я считаю, что с 7, с 8, с 9 лет уже просто необходимо рассказывать и, конечно, контролировать детей, потому что плохих людей достаточно, и дети просто подвержены на улице всяким пакостям. Со своим маленьким сыном наблюдала за игрой и Ирина Жеронкова. В их семье в скором времени появится и второй малыш. Скажем, как только придет время, когда они начнут уже понимать, что это такое, что такое, что за беда, что может случиться от наркотиков, как это может повлиять на дальнейшую жизнь. Около часа проходила веселая и вместе с тем очень полезная игровая программа, из которой ребята поняли, что значит здоровый человек. Это тот человек, который не курит, не пьет, занимается спортом, ест овощи, фрукты и ведет здоровый образ жизни. Все участники мероприятия в заключении получили подарки. Людмила Медведева, Николай Карванов, Сергей Ларин, Видное ТВ.